МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ненадёжные партнёры. В Железногорске расторгнута 17 договоров с компаниями на капитальный ремонт. Вот два дома тоже будем рассадать, потому что не работают. Незаконные свалки в Шушенском районе. Почему для маленьких посёлков мусорная реформа стала большой проблемой? Крик души, остановитесь, отвезите вы из Шушенска на полигон. Там, по крайней мере, полигон в Шушенском, он имеет документацию, закон. Зачем вы это делаете? Ничего не понимаете. Спортивный праздник. В Лиссасибирске прошёл фестиваль ГТО для дошколян. Ребёнку нравится бегать, заниматься спортом, подтягиваться. Энергии у него очень много. В Железногорске за полтора года расторгнуто 17 договоров на капитальные ремонты. Это и кровли, и теплосети города, рассказали сегодня в управлении капстроительства. Из 17, 9 разорваны с фирмой «Тепло Сибири». Она должна была выполнить ремонт сетей водоотведения. Со стройартом расторгнут договор по ремонту кровли по Восточной-30. С капстроем разорвали договорённости по 7 объектам в посёлке Шевера и Железногорске. Пострадал от недобросовестного подрядчика, например, дом по Свердлова-49. Капстрой ушёл, только начав работу. Все эти организации, по словам главного инженера УКСа, включены в реестр недобросовестных подрядчиков и уже не смогут участвовать в конкурсах. Кроме того, по словам Геннадия Зимина, УКС готовит документы на расторжение ещё двух договоров с капстроем. И на сегодняшний день уже готовится тоже расторжение. Мы уже направили документы по расторжению договоров. Это по Шевера. Новая 12 и центральная улица 11. Вот два дома тоже будем расторгать. Потому что не работают. Не работают. На те контракты, что были разорваны, объявят новый аукцион. Будут уже проводить торги региональный фонд. И новый подрядчик, кто выйдет, будет завершать эти работы. В краткосрочный план работы в 2017 году было включено 90 многоквартирных домов. Лишь 45 из них ремонты завершены. Глава Ильичевской территории Иван Меркель изучает документы не в кабинете, а на помойке. Квитанции, чеки и письма указывают на имена и адреса хозяев мусорных куч, которые с устрашающей скоростью вырастают вокруг поселений Ильичевского муниципального образования. После того, как полигон твердых бытовых отходов в Шушенском стал платным, груженные отходами машины потянулись из районного центра в соседние села. Специально. Вчера сделал такой рейд. За 45 минут я остановил 6 машин, которые ехали из Шушенского и Ильичева. И седьмой – это трактор. С прицепом, без номеров, без всего. В этом тракторе было где-то тонн 5. Сверхом этого мусора, в мешках, в строительных мусорах в основном везут сюда. Я не знаю, это уже крик души, что делать. Педантичный аккуратист Меркель потратил не один год на то, чтобы улицы в веренных ему поселках были чистыми круглый год. Он организовал четкую работу местных коммунальщиков, разговаривал практически с каждым жителем. Одних хвалил, других ругал, но результата добился. В Ильичево вы не увидите мусора на улицах даже накануне Большого субботника. И вот сегодня все его труды могут пойти прахом. Свалки, устроенные шушенскими соседями, среди которых в основном торговые и строительные организации перерастают размеры сёл, куда они свозят свои отходы. А пушки леса превращаются в золонные свалки. В берёзовые рощи страшно зайти. Вы же видите, у нас посёлки всё-таки чистенькие, ухоженные. Поэтому эта проблема очень серьёзная. На сегодняшнюю дату, на 2019 год, не выделено ни копейки на содержание мест складирования. А что мы будем делать в мае, в июле? Отсутствие привычного финансирования из районной казны обусловлено вступлением в силу нового закона, по которому обеспечением чистоты и порядка в наших поселениях будет заниматься специальный региональный оператор. По изменению законодательства, по сбору утилизации, переработки, тёплых бутылок, который с 1 января 2019 года вступает, это вообще парадоксально в том, что выигравшиеся операторы, они не готовы, у них нет ни техники, у них нет ни полигонов, у них нет ни заводов, у них нет ничего. Когда, значит, мы к ним обратились, чтобы они зашли на нашу территорию, они говорят, а нам нечем к вам заходить, у нас нет техники, мы не способны. Но закон-то уже принят. И у нас в уставах Минюс нам не даёт отказ отмене сбора вывоза. Поэтому мы сейчас продолжаем сбор вывоз на нашей территории, потому что иначе мы вошло превратим в посёлки. Судя по масштабам бедствия, многие шушенские предприниматели не заключали договоры ни с новым региональным оператором на вывоз мусора, ни со старым. Привыкшие экономить, они почитали, что и платный полигон им обойдётся дороже, чем расходы на топливо для машин до Ильичёва или Казанцева. Глава Ильичёвской территории впервые за всю свою карьеру не знает, что ему делать. Все письма и просьба о выделении средств написаны, телефонные переговоры с министерствами закончены, документы для заключения договора с новым оператором готовы, но ничего не происходит. Разве что свалки разрастаются, приводя жителей образцовых поселений в ужас. Не понимает Иван Александрович ни законотворческой поспешности, ни человеческой жадности, ни экологической безграмотности. Совесть людей тоже должна быть. Почему мы так не любим себя и свою родину? Я всегда говорю, Господи, ну зачем вы это делаете? Но ведь, если честно сказать, ну уникальны наши посёлки. Но действительно, наш народ уже приучен. Но, к сожалению, мы же не можем народ всего района приучить, правда? Особенно жители поселка Шушенского. Я не знаю, как к ним уже обращаться. Я уже три года подряд крик души, говорю, ну остановитесь. Ну отвезите вы Шушенска на полигон. Там, по крайней мере, полигон в Шушенском, он имеет действительно документацию, он закон. Но зачем вы это делаете? Ничего не понимаете. Не понимаю. Аграрии Красноярского края получили 1 миллиард рублей господдержки. Из федерального бюджета 182 миллиона, из краевого 913 миллионов рублей. До конца апреля на счета сельхозпроизводителей края поступит второй транш в объёме 600 миллионов рублей. В том числе на гектар обрабатываемой пашни. В этом году на эти деньги претендует 685 субъектов агропромышленного комплекса края. На сегодня 460 из них просубсидированы. С учётом внесённой корректировки бюджета на финансирование краевого сельского хозяйства дополнительно предусмотрено 415 миллионов рублей. Таким образом, объём поддержки АПК в 2019 году из бюджетов разных уровней составит 5 миллиардов 700 миллионов рублей. В Багучанском районе стартовал масштабный историко-просветительский проект по созданию книги памяти. В работу по поиску, сбору и обработке материалов для будущего сборника уже включились сотни человек по всему району. Школьные коллективы и поисковые отряды, работники библиотек и домов культуры, депутаты и главы посёлков, специалисты военкомата, ветеранские организации и местные активисты. Итогом поисковой работы станет книга памяти, которую планируют издать в 2020 году к 75-летию Победы. Организаторы проекта приглашают жителей Багучанского района присоединиться и оказать любое содействие в поиске столь ценной информации о героях войны. Этот пятничный вечер работники учреждений ЗАТО посёлок Солнечный провели не совсем в обычной обстановке. В стенах школы состоялся первый муниципальный турнир интеллектуальных игр «Что, где, когда» под названием «ЗАТО умный». Инициатива проведения игры «Что, где, когда» именно в таком формате принадлежит руководителю администрации посёлка. Эта идея нашла отклики среди руководителей организации ЗАТО и работников учреждений, и они приняли участие в первой муниципальной игре. Я не как участник игры, а как руководитель администрации хочу поблагодарить тех лиц, которые вложили все свои знания, умения, старания для того, чтобы эта игра состоялась. Я думаю, мы едины во мнении, что она удалась, несмотря на то, что была первая, мы прекрасно провели с вами время. После представления команд и оглашения правил игры участники приступили к состязаниям. Вопросы были на самые различные темы, и единственное, что их объединяло – ответ подчас требовал не просто эрудиции, а смекалки и логического мышления. Участники интеллектуальных состязаний были хорошо подготовлены к игре, но некоторые вопросы всё же вызывали сомнения в правильности ответа. Пять, четыре, три, два, один. Речь идёт о Юрии Гагарине, родившемся в селе Грушино. Это кресло и лыжем космического корабля. Не надо у нас сбрасываться из счетов. Мы тоже хотим активно жить, принимать участие во всех значимых мероприятиях нашего посёлка. Поэтому формат и избран сейчас для более старшего поколения нашего посёлка. Мы ждём всех желающих, мы примем все команды, которые заявятся в следующий раз. Поэтому не надо забывать и о нашем поколении. Для детей у нас очень много мероприятий, для более старшего нашего жителя не так их много. По итогам трёх туров были подведены результаты. Победу в игре одержала команда УПС – педагогический коллектив средней школы ЗАТО. Вторым стал коллектив администрации посёлка. А третье – почётное место завоевала команда «Ресурс» – руководители учреждений ЗАТО. Победители и призёры получили грамоты и медали. А команда старшей школы посёлка, кроме этого, завоевала и символ игр – мудрую сову. Участники отмечают, что игра была проведена на высоком уровне. Сложные, но интересные вопросы. Это был один из самых увлекательных и познавательных конкурсов, побуждающих глубже изучать историю. Первые два года со дня возобновления комплекса ГТО происходила его апробация. В это время тесты выполнялись только для того, чтобы скорректировать их и установить нормативы для получения знаков ГТО. В рейтинге городских округов Красноярского края за 2018 год, который определяется по различным критериям, Лесосибирск, набрав наивысшее количество очков, занял первое место. Мы начали работать с 1 февраля 2017 года. То есть работает центр тестирования в городе Сибирске два года. В течение этого времени порядка 2200 человек населения города Лесосибирска приняло участие в выполнении тестов ГТО. И порядка 950 человек выполнили тесты ГТО на золотой, серебряный или розовый знаки отличия. В нынешнем фестивале участие приняли порядка 40 детей из пяти детских садов города. Кораблик, Золушка, Солнышко, Колокольчик и Калинка. Они выполнили тесты метания меча в цель, бег 30 метров, челночный бег, поднимание туловища в течение одной минуты. Дети были рады повеселиться со своими сверстниками и пустить свою безграничную энергию в правильное русло. В каждом виде состязания призеров наградили грамотами, медалями и ценными призами.